МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомним, турнир проходит в Швейцарии. Давид 28 мая выступит в составе российской сборной в командных состязаниях, а 29-го в финале упражнений на коне, брусьях, перекладине и вольных упражнениях. Продолжаем выпуск. В Москве состоялась первая церемония чествования спортсменов, тренеров и друзей стрелкового спорта. Церемония объединила в себе представителей многих видов спорта, так или иначе связанных со стрельбой. Присутствовали на ней и представители биатлона. Отрадно, что Удмуртская Республиканская Федерация была признана кузницей кадров для национальной сборной. А ижевский оружейник Владимир Суслопаров стал лауреатом в номинации «Оружейная элита». От стреляющих лыжников к обычным в Ижевске на сборах сейчас мужская часть национальной команды под руководством старшего тренера и нашего земляка Олега Перевозчикова. Наставник российской сборной в интервью нашему телеканалу рассказал о планах и перспективах на ближайший сезон. На первом сборе шесть атлетов основы. Это Удмуртские лыжники Максим Валикжанин и Дмитрий Паров, а также Александр Бессмертных, Илья Семиков, Андрей Мельниченко и Андрей Ларьков. По сравнению с прошлым сезоном представительство нашего региона в команде уменьшилось. Конкуренция у нас в мужских лыжных гонках действительно очень высокая конкуренция. И тому, наверное, подтверждение, что у нас стало много групп. Сейчас три группы, в каждой группе по пять-шесть человек. И если это 18 человек с нашей квотой выступления на этапах Кубка мира, шесть спортсменов, то, наверное, представляете, какая будет конкуренция даже для того, чтобы попасть на этап Кубка мира. Трехкратный серебряный призер Сочинской Олимпиады Максим Валикжанин в этом сезоне с индивидуальной подготовки вновь перешел на централизованную. Вместе с командой будет готовиться и к чемпионату мира, и к следующим играм в Корее. Мы обговорили с ними этот момент, что нужно мобилизоваться. Раз уж решился готовиться после Сочинской Олимпиады к Корейской, то здесь надо чем-то и жертвовать. Поэтому действительно ответственность большая. И ответственность, и ставки велики. В Ижевске спортсмены приводят в порядок свой организм. Этот сбор втягивающий, поэтому сильных нагрузок здесь не будет. А вот уже в Эстонии начнется и работа посерьезнее. Далее наставник планирует переезд в немецкий оберхов для занятий в тоннеле на снегу. Теперь о футболе. Продолжают радовать своих болельщиков спортсмены дублирующего состава Ижевского «Зенита». В Ульяновске они уверенно обыграли местную «Волгу-М» 3-0. Это пятая к ряду победа Ижевчан. И сейчас они делят первую строчку турнирной таблицы МФС. Приволжье с Ишкаролинским «Спартаку». Еще одна приятная новость. Полку мастеров спорта международного класса пополнения. Заветный норматив во Владикавказе на чемпионате России по тяжелой атлетике выполнила Амалия Гонбарова. Она обновила еще рекорд Удмуртии в толчке. А также выиграла две медали. Серебро в толчке и бронзу в сумме двоеборья. Не пустовал накануне стадион «Купол». Там тренировались наши паралимпийцы, осваивая такие виды, как боча и стрельбу из лука. Они в Удмуртии уже довольно успешно развиваются. По утверждению тому наш репортаж. Море улыбок, радостей, позитивных эмоций. Спортсмены активно постигали, а за игры в боча, нисколько не смущаясь поначалу, своих неумелых действий. Все приходит с опытом. А собираются они все вместе каждую среду в 12 часов дня на стадионе «Купол» и тренируются с большим удовольствием. Какая-то дозирная физическая нагрузка, эмоции, двигательная моторика мелкая. Уже психологическая какая-то разгрузка идет определенная. Они не сидят дома, это во-первых. Они находятся в социуме, не отсиживаются в четырех стенах. Общение то же самое. Это очень здорово помогает. Тренировки, как глоток свежего воздуха, сидеть в четырех стенах им и вправду надоело. Они хотят расширять границы своего общения и своих возможностей. Так Ирина Никандрова уже приобрела около десятка друзей и успешно освоила новый для себя вид. Так здорово, что есть вот такой вид спорта, где мы тоже как-то можем себя проявить. Проявить свои силы где-то, свои стремления тоже использовать. И когда получается, попадаешь в цель, близко к цели, такая радость, столько эмоций. А на соседней площадке осваивают атлеты стрельбу из лука. В следующем году команда наших стрелков настроена заявиться на первенство России. А пока тренировки. Ведь спорт этот технически сложный. Это навык, это стойка сама. Вот это все делается не днем, не месяцами, а годами. Ну хотя бы год поработать. Проверка сил 1 июня. На стадионе Купол пройдет городской фестиваль инвалидов. Начало в 11 часов дня. И анонс выходных 28 мая. В Ленинском районе Ижевска пройдет легкоатлетический пробег, посвященный Дню защиты детей. Старт в 11. В это же время в окрестностях села Икшурбуде стартует республиканский турнир по спортивному ориентированию. А 29 в 10 часов в Дворце спорта Новоросского начнется розыгрыш наград Кубка Удмурти по ушу. Ну а буквально через несколько минут в нашей студии мы обсудим успехи Республиканской специализированной спортивной школы Олимпийского резерва по велоспорту. Не переключайтесь.